Член Ленинской районной ассоциации председателей советов многоквартирных домов Елена Клюкина точно знает, как должна работать управляющая компания и что делать при возникновении критических ситуаций. Говорит, если бы жильцы создавали советы домов, взаимодействия между собственниками и представителями организации были бы намного продуктивнее. В микрорайоне Государев дом таких советов пока нет. И когда здесь произошло массовое отключение отопления, каждый начал биться за справедливость самостоятельно, что существенно запутало ситуацию. Совет многоквартирного дома, он и создается для того, чтобы наладить добропорядочные, дружественные отношения с застройщиком и с эксплуатирующей и управляющей компанией. Чтобы не каждый приходил со своими чаяниями, стоял в какой-то очереди. Сейчас в домах по улице Сухановской и Солнечном бульваре отопление восстановлено. В этом лично убедились представители общественности. А еще две недели назад температура в квартирах составляла не более 17 градусов. Причину нам объяснили в управляющей компании. В этом году отопительный сезон в новостройках начался впервые. При запуске был обнаружен сбой в воздушной системе. Но в короткий срок специалисты его устранили. В тех же квартирах, где тепла нет и по сей день, проблема кроится в другом. Некоторые собственники успели у себя изменить систему отопления. Где-то поперешли на полипропилен с аиметалла, что нельзя делать. Где-то сделали так, что в системе образуются воздушные ай-пробки, что мешает ай-циркуляции. Но это не единственная причина отсутствия тепла. В части домов сделана горизонтальная отопительная система, которая предполагает самостоятельное открытие кранов. Чего некоторые собственники не знали. Ни застройщик, ни управляющая компания их об этом не предупредили. Берем обычную плоскую отверточку и открываем данный кран. Кран открывается, данный отопительный прибор видно закрыт. Черточки находятся в горизонтальном положении. Чтобы его открыть, нужно поставить вертикально. Мы слышим, как в отопительных приборах жала водичка. Для того, чтобы спустить с него воздух, существует кран маэрского, так называемый. Берем ту же отверточку и спускаем воздух. А для чего нужно спускать воздух? Потому что данный прибор завоздушен. Если воздух не спустить, в нем, в отопительном приборе, находится воздушная пробка. Она не позволит воде циркулировать через данный отопительный прибор. И хотя манипуляция несложная, доверить ее лучше специалистам. И позаботиться об этом должна управляющая компания. Сейчас ее сотрудники стараются устранить все проблемы с отоплением и уверяют, что перебоев с подачей тепла больше не будет. Ну а мы продолжим следить за работой частных управляющих компаний. Юлия Погосян, Алексей Рудник, Ольга Садовская, Вильне ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok